Итак, 1-4 Кубка Украины среди женских команд. Как и было обещано в спорткомплексе Олимпийц, суббота, 24 февраля. Встречаются Словучанки, КДС США, Олимп, Первая лига и 5G, Киев, Высшая лига. Конечно, Словучане пришли в Олимпийц, потому что хотели еще одной сенсации, чтобы наши девчонки снова победили. Но вы же понимаете, команда 5G отменила регулярные встречи в чемпионате Украины, чтобы лучше подготовиться. Внимательно просмотрела наши видеозаписи предыдущей встречи в 1-8 финала. И понятно, что никакого шапкозакидательского настроения у 5G не было. Они просто приехали побеждать, ведь не зря они входят в четверку сильнейших команд Украины. Итак, все началось с разминки. Быстрые перепасовки, работа с мячом, наши девчонки тоже разминались на второй половине поля и внимательно следили за соперниками. Какие выводы они сделали, сказать сложно. Но 5G выглядело постарше, повыше. И, конечно, удары у них были очень даже впечатляющими. Но разминка – это же только разминка. А вот игра – это игра. Начало традиционное представление всех участников матча и судей тоже. Гимн Украины – дружеские рукопожатия. А дальше игра. 20 минут чистого времени у каждого тайма, но реально они превращаются в 42-43 минуты реального футбола. И далее подробный репортаж о том, как забивались голы в игре. Начали игру 5G достаточно уверенно. Первыми создали опасный момент у наших ворот. А в ответ наша контратака. Наш вратарь спокоен и уверен в себе. Это здорово. А далее, как и в прошлой игре. Ну, точнее, в одной восьмой финала. Отличная комбинация. Выход Лизы Кузнецовой с угла и гол. А идет только третья минута. Уверенно играет наш вратарь Аня Голубцова. Вообще в первом тайме она была непробиваемой. На пятой минуте отличается наш капитан. И счет становится 2-0. Киевляне ошарашены. Сразу берут тайм-аут, чтобы прийти в себя. Вдохновленные счетом зрителей заводятся криками прославу. Игра идет на встречных курсах, но в съемочной группе нашего канала кажется, что славучане атакуют чаще и разнообразнее. А наш вратарь уверенно отбивает все мячи. И снова тайм-аут. Тринадцатая минута оказалась несчастливой для киевлян. 3-0. Зрители счастливы. Мы забили три сухих мяча и уверенно отыграли в обороне. Через пару минут могли забить и четвертый, но не попали в пустые ворота. И снова до конца тайма нам кажется, что славучане атакуют все больше и больше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В отличие от 1-8 финала Кубка Украины, в перерыве для зрителей, Культурная программа в холле «Мини-буфет». Вначале представители Медиадума проводят конкурсы для зрителей. В качестве призов раздача бесплатного интернета для победителей почему-то побеждают в основном только дети. В культурной программе принимает участие ансамбль «Юность» ДШИ с испанским танцем. И вокалистка студии «Розава пантера» Екатерина Федченко. В перерыве наши футболисты, получив подсказки от тренера, успевают даже посмотреть, что происходит на площадке, комментируя происходящее с улыбкой. Второй тайм. Он начинается с мощной поддержки славутических болельщиков. И дальнего удара. Снова в основном атакуют наши девчонки. Третья минута понесла тревогу в душе болельщиков. Киевляне забивают голый. Счет становится 3-1. А далее снова выручает наш вратарь. А на пятой минуте наш капитан забивает четвертый гол и восстанавливает разницу в счете плюс 3. Отличную комбинацию разыгрывают наши футболистки, но... А далее наступает пятиминутка Лизы Кузнецовой. За эти пять минут она могла бы довести счет до очень неприличного. Вначале, на девятой минуте, после отличной комбинации, Лиза забивает пятый мяч. Потом несколько раз она выходит один на один, но не реализует моменты. А киевляне с Лизой ничего не могут сделать. А на одиннадцатой минуте она как бы ставит точку в этой пятиминутке и забивает шестой гол. Нервы не выдерживает у тренера 5G, и она снова берет тайм-аут. На всякий случай не подходим близко. Снова игра на встречных курсах, но в течение трех минут никто ничего не забивает. И наступает тринадцатая минута второго тайма, и теперь она уже неудачная для нас. Киевляне забивает, и счет становится 6-2. Проходит всего пару минут, и словучане вновь доводят разрыв до пяти мячей. 7-2. Чувствуется футболистский подустали. Не такие уже и бешеные скорости. Начинает сказываться опыт. Семнадцатая минута, и снова гол забивает киевляне. 7-3. Наш тренер берет перерыв. В первые замачки ябляне забивает два мяча подряд и доводит разницу до четырех мячей. Конечно, за оставшиеся три минуты сравнять счет нереально, но успокоить нашу команду нужно. Восемнадцатая минута, и счет становится 7-4. И снова двухминутка Лизы, но, к сожалению, не результативная. Видимо, тоже устала. За минуту до конца у нас смена вратаря. А в финале шестисекундный отсчет зрителей. Все, победа. Еще один серьезный соперник из высшей лиги проиграл нашей команде. А это значит, что наши девчонки вошли в четверку лучших команд, которая борется за Кубок Украины. Мы настраивались, мы хотели, мы божали, я сказал девчонкам, что если мы сможем враховать все свои недолики и недолики соперника, то все получится. Можливо, не все получилось, но главная задача была выполнена, то есть перемога. И Славутичу одна вторая финала Кубка Украины. Это финансия фантастика. Полуфинал Кубка это? Да, полуфинал Кубка и сподіваемся. Теперь у нас одна дома, одна на выезде. Внову, болевальники... А теперь же две игры. Теперь две игры. За рахунок двух игр. Теперь болевальникам велика подяка. Была поддержка, была трошки поддержка. Скажем, гнали нашу команду вперед. Вони старались. Нас небагато, но будем сподіваться, что будет... Мне показалось, что во втором тайме они немного потеряли. Ну, было, да, звичайно. Мы играли два тайма по 45 минут. Хотя... По 30 минут. По 43 минуты. 43 минуты. Чисто время. Чисто время. Так, реально по 30 минут. А так два по 20 минуты. Велика подяка всем. Приходьте, болевайте. Когда полуфинал? Неведомо. И кто, как, что неведомо. Додатково, я думаю, по каналу, Лучшим игроком, по мнению зрителей, признана наша вратарь Голубцова Анна. И от компании «Медиадом» она получает бесплатный интернет на три месяца. Нет, ты вначале очень классно играла. То есть, огромное тебе спасибо. И вот этот подарок, я надеюсь, у тебя будет бесплатный интернет. Ты себя будешь смотреть по телевизору, да? Да. Смотри обязательно. И что ты пожелаешь себе и всей команде полуфинал? Вообще не пропустить. Вообще не пропустить? Да. Ты фантазерка, конечно, ну давай. Но будем стараться. Но будем стараться. Молодец. Спасибо, удачи тебе. И с нашей нападающей Лизой Кузнецовой мы тоже поговорили. Пытаясь выяснить, почему реализация сегодня была хуже, чем в одной восьмой финале. Ну, может, команда была более-менее, чуть-чуть так слабая, а эта более сильнее, поэтому так меньше получалось. Не, ну у тебя было несколько выходов. Да. Один на один. То есть, ты должна была, ну, до десяти минимум доводить счет. Ну, полуфинал, давай так. Все, что не забило сегодня, забить полуфинал. Да. Договорились? Да. Поля-Киевлянки. Понятно, что они думали о другом финале. Взагалі супер. Говорити вже не можу, Богу вас я втратив. В эмоції просто шалені. Щиро подяки цим дівчатам, які об'єднують все місто. И це справді те, чим ми достойні хворіти. Не вболівати, а саме хворіти. А вболівати за них ми будемо все життя. Це точно. Что вы пожелаете этим дівчонкам в полуфинале? Успіху. Успіху. Я бажаю, в першу чергу, успіху. Вони достойні того, щоб дійти до фіналу, а там вже, як кажуть, як карта ляже до цей фіналу. Але до фіналу ми достойні вліки. Ми маємо це бажання. Я вже казав, перемагає той, хто має більше бажання. Ми маємо це бажання. Тому бажаю успіху, бажаю, щоб ми дійшли до фіналу. А ви знаєте, Бог любить троїців. І якщо ми вновь помечтаємо, то і третью команду высшої ліги ми можемо обіграти. Але на цей раз буде ще сложніше в полуфинале. Нет, давайте подождем жеребьевки. І, конечно, будем болеть за наших. А пока порадуємся за наших юних звезд. Надеюсь, вони не зазвіздяться, а в остальном вони молодці. Эх, хто ж ждет нас в полуфинале?